Виктория Кашлякова Здравствуйте, Виктория. Сразу привлекает внимание интересное название проекта. Расскажите, что он из себя представляет. Модель Совета Безопасности он проводится впервые в городе и является деловой игрой, в ходе которой студенты учебных заведений нашего города и учащиеся старших классов воспроизводят работу настоящего Совета Безопасности. Но, во-первых, хотела бы отметить, что данный проект носит воспитательную, учебную и развивающую функцию. В ходе модели и приняв участие в данной модели, все участники смогут приобрести навыки публичных выступлений, применяя парламентскую процедуру и деловой этикет. Также научиться находить компромиссы и вести переговоры. А как пришла такая идея, чтобы реализовать этот проект? Вы, несомненно, слышали о том, что в Российской Федерации ежегодно проводятся модели организации объединенных наций. И непосредственно возникла такая идея, почему бы у нас в городе не провести такую модель, потому что многие студенты высших учебных заведений нашего города, да и в принципе Республики Крым, они не имели возможности принять участие в подобных мероприятиях на территории материковой России. Поэтому был в прошлом году при управлении, организованный грантовый проект, организованный управлением молодежи, по делам молодежи и спорта города Севастополя, грантовый проект. Я обратилась с данным проектом к ним, они поддержали, и вот в этом году будем реализовывать, он будет проводиться в марте и в октябре месяце. А что, это какие-то два этапа или это две? Да, это будут заседания самого Совета Безопасности, вот, в конце марта планируется и уже будет в конце октября. Будут разные повестки дня, вот. Ну, участники будут те же? Да, участники будут те же. Ну, давайте подробнее поговорим о том, как будут эти заседания происходить, что, допустим, ну, какой-то план же есть здесь, и что нужно будет участника подготовить, как они будут выступать и так далее. Ну, для начала, чтобы стать участником, они должны направить заявку и написать тезис по повестке дня. Повестка дня, и она на сегодняшний день формируется, это будет непосредственно выбираться организационным комитетом данной модели. Вот. Также, после того, как они напишут тезис и подадут заявку, они будут проходить личное собеседование с организационным комитетом. Только после того уже мы сможем определить тех участников и тех желающих. А что касается организационного комитета, кто входит в его состав, ну, кроме вас? Организационный комитет и повестка дня на сегодняшний день формируются. Скажу вам одно то, что в организационный комитет войдут представители общественных организаций, высших учебных заведений и органы исполнительно-законодательной власти нашего города. Вот говоря об участниках, кого бы вы сами хотели видеть среди них? Это какие-то конкретные категории? Может быть, студенты того или иного факультета, или, может быть, школьники, которые в будущем хотят свою жизнь связать с дипломатией? Или, может быть, более широкий круг? Ну, для начала, участие в данном мероприятии могут принять все желающие, вне зависимости от их направлений и специальностей, но есть ограниченный круг. Это обучающиеся старших классов 10-11 класс, также студенты учебных заведений нашего города. Касаемо направлений и всего остального, хотела отметить то, что я надеюсь очень, что после данной модели, после того, как участники примут участие в ней, возможно, некоторые увидят себя в другой немножко сфере, по сравнению с тем, в которой они учились. Возможно, кто-то из них захочет связать свою жизнь и пойти учиться в направлении подготовки международных отношений. Возможно, кто-то из участников в скором будущем будет представлять интересы Российской Федерации в стенах Организации Соединенных Наций. И очень надеюсь, что данное мероприятие будет очень полезно для молодежи Севастополя. Я так понимаю, что нужно будет отстаивать позицию страны в рамках той повестки. А вот как это сделать? Будет ли какое-то обучение или тренинг, может быть, для участников? Мы собираемся привлечь к данным заседаниям представителей исполнительной и законодательной власти. Хотим сделать модераторами с законодательного собрания депутатов. Возможно, даже я сейчас веду переговоры с некоторыми из материковой части представителями международных организаций и журналом, чтобы, возможно, они даже в режиме скайпа обучали, помогали отстаивать позицию той или иной страны. Что самое интересное, в Совете Безопасности не может представлять подобные модели. Представлять интересы страны не может тот человек, гражданином, которым он является. Мы будем искать для представления Российской Федерации гражданина другой страны, который проживает на территории нашего города или Республики Крым. То есть, вы думаете, это получится? Просто тут же есть круг ограниченный возрастом и так далее студентов. У нас все-таки есть достаточно? Есть, да. Есть студенты, которые обучаются в вузах Севастополя по обмену с других стран. Поэтому будем стараться, будем искать. А есть ли число участников, которое требуется, сколько человек? Ориентировочно 72 человека. То есть достаточно много. И плюс им наверняка придется изучить интересы тех стран, которые в Совете Безопасности представлены. Потому что, понятно, там есть опять стран, которые постоянно, да, и другие, они, скажем так, ну, не находятся на передовице новостей. А здесь тоже какое-то будет? Или они уже сами будут готовиться? Они для начала должны сами. Они, когда готовят тезисы, определяются 2-3 повестки. Они выбирают сами, какое направление им интересно. Они пишут по этой повестке, по этому вопросу тезис. Уже после этого будем рассматривать мы, да. И они готовятся, им уже организационный комитет определяет непосредственно ту страну, которую они представлять будут. И они уже готовятся сами изначально. Как позицию страны они должны официально представить. Вот вы уже сказали, что будет 2 этапа, да. По завершению проекта будут какие-то итоги подведены? Или может быть там будет какое-то поощрение участников? Поощрение будет в любом случае. Это сертификаты и, возможно, еще что-нибудь. Вот. А по поводу окончания всего этого, мы планируем, по крайней мере, написать резолюцию. Резолюцию, подвести итоги всего того, что мы решим на этих заседаниях модели, куда направлять, ну, это уже будем смотреть по итогам работы. Ну, вот вы уже сказали о том, что в России на федеральном уровне проводится такая модель. Вы общались с организаторами или, может быть, просто какой-то опыт возьмете из них практически? Общались у нас даже в организационном комитете будет один из представителей, который ранее проводил в Санкт-Петербурге, в государственном университете, подобную модель. То есть, такой опыт будет здесь применен. Ну что же, Виктория, давайте в заключение еще раз расскажем, как можно присоединиться к этому проекту. Я всех приглашаю, старшеклассников, 10-11 класс и всех студентов наших высших учебных заведений. Присоединяйтесь, отправляйтесь заявку на данное мероприятие. Информацию вы можете найти ВКонтакте, в группе, она так и называется «Модель Совета Безопасности ООН в Севастополе». Когда будет открыта заявка, это уже будет где-то первое число февраля. Ну, все новости на странице. Ну что же, Виктория, спасибо, что к нам пришли. Вам желаю успешной реализации этого проекта. И думаю, что об итогах тоже стоит будет осенью поговорить. Спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях была руководитель проекта «Модель Совета Безопасности ООН в Севастополе» Виктория Кошлякова. Я желаю вам отличного настроения и всего самого доброго. До встречи в эфире.